Температура для всхода помидор должна быть не менее 20 градусов. 20-22 градуса. Для перца еще больше. Здравствуйте, дорогие овощебоды! Сегодня мой урок будет посвящен выращиванию рассады помидор. Я выращиваю высокорослые помидоры в теплице, потому что они ремонтантные, они сохраняются долго, хотя может быть урожайность у них немного меньше, чем у низкорослых помидор некоторых сортов, но они долго родят аж до самой глубокой осени при правильном уходе. Я вам покажу, как нужно заготавливать землю под посемь помидор. Показываю тот ящик, который занесла заранее, за 6-7 дней до высева помидор. И когда в нем возродятся микроэлементы, что такое микроэлементы, вы будете видеть, когда эти микроэлементы по проращиванию вот таких вот ростков, немножко больших сорнячков. И сегодня для того, чтобы посеять помидоры, надо, эта земля, она суховата, она и должна быть сухая, мы сейчас пропольем ее. Но для того, чтобы полить, надо приготовить горячую воду, марганец и желательно, или даже обязательно, стеклянную посуду. И желательно, конечно, чтобы марганец вступал в реакцию из-за металла. Вот смотрите, мы берем немножко, насыпаем сюда марганца, закрываем, я в такой бутылочках храню. Наливаем воды. Вода должна быть горячей. Марганец в этом случае, не обязательно, он может быть и крепким марганцем, это мы протравливаем землю, для того, чтобы не заводилась черная ножка, и для того, чтобы помидоры укреплялись и получали достаточные микроэлементы. Марганец хорошо лечит рассаду, землю хорошо протравливает. И это естественный наш ингредиент, который хорошо влияет на рассаду. Марганцем можно поливать под посев рассады, всю землю для каждого посева. Вот хорошо-хорошо польем землю, потом где-то она постоит час-два, для того, чтобы укрепилась, ну, хорошо земля пропиталась влагой. И потом через это время мы будем сеять помидоры. Очень часто задают вопросы, говорят, почему вот надо, а можно вот так сделать, а можно так. Можно и не пикированные помидоры садить, можно и перец не пикированный. Я вам скажу, да, можно. И мы покупаем на базаре рассаду хорошую, крепкую. Можем в конце уже мая садить, и в основном садят в землю, уже в грунт садят в конце мая. Но я вам преподаю уроки, такие, которые все вовремя надо делать. Это ты перец и помидоры будут родить. И не пикированные. Но качество и время созревания играет очень важную роль. Чем раньше посеешь, тем раньше получишь урожай. Если учитывать, конечно, что некоторые, кто живет в северных районах, где климат суровый, нужно, конечно, высаживать пикированные помидоры и пикированный перец уже и с бутонами, с ростками, которые насчитывают 7 и больше настоящих листочков. А сегодня, вот мы продолжим, после того, как наша земля пропитается, мы продолжим высевать помидоры. Вот сейчас мы нашу землю, она хорошо уже пропиталась влагой. Мы ее сейчас берем, перемешиваем руками. Я это делаю руками. Ну, можно, если кто не хочет пачкать руки, можно надевать и перчатки, или брать совочек, там какой-то инструмент. Можно инструментами работать. Ну, знаете ли, инструмент, это инструмент, а руки нужны везде. Я считаю, что руками это самая надежная уже обработка, самая надежная работа, это работа руками. Перемешали, выровняли землю хорошо. И после этого будем уже делать такие полосочки для посева помидор. Вот наша земля уже подготовлена. Мы ее разравниваем хорошо плиткой. Я беру плитку, мне очень удобно плиткой. Она ровная. Я разравниваю хорошо землю нашу, уже пересеянную, перемолотую, поглитую марганцем. Вот, хорошо разравняла. Теперь уплотнить можно немножко плиткой. Вот так вот уплотняется. Это желательно, чтобы ровная была плоскость, потому что там будет сохраняться влага, а дальше суховата земля. Поэтому надо стараться, чтобы земля была ровная, как планшетик. Вот сейчас мы уплотнили немножко землю. Теперь будем прорывать бороздки для посева помидор. Смотрите, как я делаю. Вот бороздки где-то на 2 сантиметра друг от друга прорываем, намечаем вот так вот. Немножко уплотняем. Помидоры сходят где-то примерно через 4-5 дней. Вот мы берем, я беру, насыпаю ладошку помидоры и сею вот на таком расстоянии, где-то через 1,5 сантиметра. Через сантиметр можно даже, чтобы плотнее. Когда плотно, помидоры тянутся действительно. Вот смотрите. И можно ложить вот так вот, даже немножко, как бы сажать, не сеять, а сажать, уплотнять. Потому что, когда вы будете поливать, они могут вскакивать наверх, всплывать, и тогда будет неровный высев. Вот так вот, на таком расстоянии мы сеем помидоры. Еще нужно учесть, что помидоры эти, нужно будет рядочки так же само присыпать навозом. Просеянным хорошо. И присыпать, мало того, что ямки засыпать, еще на 7 сантиметра, где-то выше нашей земли, выше уровня земли. Вот мы высеяли уже наши помидоры. В нашем ящике получилось где-то 200-220 будет ростков. Вот смотрите. Нужна земля вот такая должна быть. Она должна сыпаться. Это не земля, а это переплевший навоз, просеянный обязательно, потому что росткам будет очень трудно пробиться, если там попадают комки, попадаются. Вот просыпаем землей наши растения, наши семена. И потом будем заглаживать их. Какие особенности. Потом мы будем смотреть, как наши семена всходят. И по мере того всхожести я вам буду рассказывать, как дальше обрабатывать, для того, чтобы они не тянулись и не повреждались. Моя задача, конечно, дорогие огородники, моя задача показать, как можно меньше употреблять всяких химических составов, для того, чтобы вырастить экологически чистую, сравнительно экологически чистую продукцию. Потому что мы так работаем и трудимся тяжело. Я думаю, что нужно нам иметь какую-то награду за свой труд. Если ты потрудился, ты должен получить не то, что продают в магазине. Вот мы сделали такую присыпку. А теперь аккуратно. Каким-нибудь, может быть, у вас будет лучше. Я привыкла к плитке. Она абсолютно ровная, не деформируется. Вот я вот так вот заглаживаю. А теперь немножко уплотняю. Чуть-чуть вот так, чуть-чуть уплотняю. Для того, что сейчас будем, когда мы польем, тогда еще уплотнем. Я беру воду поливаю. Уже эту зимнюю можно и без морганца поливать. Желательно поливать горячей водой. Горячей нас только может удержать рука. И когда мы польем наши помидоры, мы должны будем их поставить к батарее или в какое-то теплое место, где источник тепла. На печке, может быть, у кого-то бежанки есть такие специальные. А если сеются у теплицы, то накрывать можно целлофаном и топить, конечно. Температура для обсхода помидор должна быть не менее 20 градусов. 20-22 градуса. Для перца еще больше. Вот сейчас мы возьмем, уплотним то, что полили. Вот так вот хорошо. И прикроем бумагой желательно. Ну, можно марлей, у кого как. И поставим в теплое место. Я ставлю возле батареи. Потом нужно обязательно смотреть, как у вас сходят помидоры. Только взойдут. Моментально надо ставить на окно. Только лишь зайдет росточек, попетляться. Но до этого надо тоже и возле батареи нужно переворачивать помидоры. Ящик переворачивать, потому что он может быть неравномерно сходить. Дорогие овощеводы, огородники, я представляю вам свою программу для того, чтобы у вас получилось лучше, чем у меня. Или так, как у меня. Очень большое желание передать свои знания и опыт вам. Я хочу, чтобы вы меня поддержали, конечно, потому что наш труд не настолько оценивается, как он стоит. Прошу подписываться на мой канал Калейдоскоп Овощевода. Сегодня с вами была я, Лидия Бондарева, и мой канал. Спасибо вам за поддержку. До свидания. Всего доброго.